Заглянем на несколько лет назад. Давайте посмотрим, о чем рассказывали Орские журналисты с экрана телевизора. Около года многие официальные источники твердят о необходимости довести в ближайшее время оплату за жилье и коммунальные услуги до 100%. То есть сегодня речь идет об изменении самого понятия коммунальная реформа. Речь идет о способности жильцов оплачивать услуги за так называемый бытовой комфорт в полной мере. Тем, у кого такие возможности есть, у кого их нет, государство готово доплачивать жилищную субсидию. При этом не обещая, что ее размер будет соответствовать самим расходам за жилье и коммунальные услуги. При этом, как обычно, опирались на опыт западных стран, считая, что 25% совокупного дохода семьи должно уходить на оплату жилья и коммунальных услуг. Правда, там на Западе, скажем так, бывает и до 50% бюджета семьи идет на оплату за жилье и коммунальные услуги, а оставшихся 50% людям вполне хватает на то, чтобы машины иметь, и, скажем так, вполне приятно жить, и, так сказать, вот пускай ездят другие страны и так далее, и так далее. Выводы делались из следующих расчетов. К примеру, сейчас в целом по России на содержание жилищно-коммунального хозяйства, а точнее на выплату разницы, из бюджета всех уровней необходимо 250 миллиардов рублей. Если же появятся жильцы, способные оплачивать услуги стопроцентно, то эта цифра уменьшится в пять раз. Какая выгода государству? А вот что при этом делать обывателю, сказать сложно. Не просто обстоит дело субсидии. Выплата вот этих субсидий для многих семей это вовсе не панацея от всех бед. То есть, к сожалению, для многих семей те деньги, которые будут оставаться в распоряжении семьи, там будет просто стоять вопрос, скажем так, а что же делать? То ли, скажем так, кусок хлеба для своих детей купить, то ли все-таки производить оплату за жилье и за коммунальные услуги. Мы это понимаем прекрасно, но, скажем так, к сожалению, ничего сделать в этом вопросе никто не может. Немного подумали и решили по России установить следующий норматив. До 22% от совокупного дохода семьи должно уходить на оплату жилья и коммунальных услуг. В целом, по Оренбургской области, по нашему городу, эта планка снижена до 15%. Здесь честь и хвала главе области. Позаботился. Предварительные расчеты показывают, что количество семей, претендующих на субсидии в Орске, в этом году возрастет и составит около 7-8 тысяч. В проекте городского бюджета на выплату жилищных субсидий предусмотрено 12 миллионов рублей. А как сложится этот год для многих арчан, поживем, увидим.